Музыка Поставим баночку на бумажный листок Медленно потянем за листок И баночка придет в движении вместе с ним Вернем все на место А теперь резко дернем за листок Баночка осталась стоять неподвижно Интересно знать почему Дело в том, что когда мы разгоняем бумажный листок постепенно Баночка успевает за счет силы трения Прийти в движении вместе с ним А если дернуть за листок резко Он выскальзывает из-под баночки раньше Чем сила трения успевает разогнать баночку до скорости листка Чтобы разогнать неподвижное тело Нужно приложить к нему внешнюю силу И точно так же, чтобы остановить движущееся тело Нужно приложить к нему силу, направленную против движения Может показаться, что всякое тело рано или поздно израсходует свое движение и остановится Но это не так Чтобы продемонстрировать это Великий итальянский ученый Галилео Галилей Придумал такой мысленный опыт Возьмем медный шарик и положим его на наклонную гладкую горку Шарик придет в движение и покатится с горки Постоянно увеличивая свою скорость Теперь запустим шарик вверх по наклонной плоскости В этом случае он будет замедляться Пока не остановится совсем и не покатится обратно А что будет происходить с шариком Если плоскость, на которой он лежит Не будет наклонена ни вверх, ни вниз Неподвижный шарик так и останется лежать неподвижно А движущийся не станет ни разгоняться, ни тормозиться Но будет двигаться вечно с постоянной скоростью Вот так и планеты, говорил Галилей, движутся вокруг Солнца по своим орбитам Не испытывая никакого торможения и замедления Точно так же Земля вращается вокруг своей оси Как огромный волчок, совершая свои обороты за одно и то же время Свинцовый диск висит на тонкой нитке А снизу к нему привязана еще одна такая же нитка Медленно потянем за нижнюю нитку Нижнюю нитку растягивает сила, которую создает рука А в верхней нитке к этой силе добавляется вес груза Поэтому порваться должна верхняя нитка, а не нижняя Так оно и случилось Повторим опыт, но теперь дернем за нижнюю нитку резко В этом случае рвется не верхняя нитка, а нижняя Массивное тело просто не успевает прийти в движение и дернуть за верхнюю нитку Чтобы разогнать или остановить тело, требуется приложить к нему силу А еще для этого требуется время Скорость тела не может меняться скачком, но только постепенно Может показаться, что стальные шары при ударе Мгновенно меняют свою скорость на противоположную Но в действительности и на торможение, и на разгон шаров требуется некоторое время Правда, очень маленькое Точные измерения показывают, что время удара этих шаров Составляет одну пятитысячную долю секунды Вес товарного поезда может превышать пять тысяч тонн Поэтому он медленно разгоняется и долго тормозит При скорости 80 км в час Его тормозной путь при обычном торможении составляет около двух километров А при экстренном – 800 метров Давайте заточим стамеску на вращающемся точиле Искры, летящие из-под стамески – это раскаленные частицы окалиды и точильного камня Пока эти частицы были связаны с камнем, они вращались по кругу А оторвавшись от камня, они летят по прямой Это еще одно проявление инерции Когда на тело перестает действовать отклоняющая сила Оно продолжает свое движение по прямой линии И планеты, если бы на них перестала действовать сила солнечного притяжения Полетели бы по касательным к своим орбитам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok